Значит, в соцсетях стали тоже, вот и нам забрасывают постоянно фейки, идут, ну я их воспринимаю сейчас как фейки, о том, что службы такси, ну вот агрегатор такси, присылают своим водителям такие информационные сообщения, что продолжайте работать, мы сделаем электронный опуск, у нас договоренность вместо власти есть, так ли это или нет, и второе, что собирается какие-то действия принимать, сейчас образовались в связи с такими самоизоляционными условиями нехорошие квартиры, в которых выбивается студенческая молодежь, которым сейчас совершенно нечем заняться, они выбивают, гуляют по улицам в день и ночь, то есть какие-то, может быть, полицейские меры с помощью участкового предусмотрены, о том, что с ними переразъяснить и, ну да, в работе. Да, нам эта информация крайне важна, которая сейчас поступает, потому что она дает нам возможность оперативно принимать те или иные решения. Касаемо Яндекс.Такси и электронных пропусков. Да, мы вчера увидели о том, что в той или иной службе такси проведено, ну я не знаю, там 50 человек, а пропуска нам приносят на 200. Тут же возникает вопрос, откуда это люди? Что это за люди? Значит, это явно теплая занятость. Вот это первое, второе. Какие вы планируете производить работы? Кого куда развозить? У нас по официальным нашим пассажирским перевозкам снижение пассажиропотока произошло в 6 раз. Мы исходим из выручки. В 6 раз произошло снижение пассажиропотока. Конечно же мы с ними отдельно будем с почистками разбираться. Никаких электронных спецпропусков, кто-то, с кем-то, они договорились, нету. Я этот вопрос возьму с такси на личный контроль. Касаемо нехороших квартир, спасибо за, так сказать, вопрос, подсказку. Мы обязательно с МВД это отработаем. Да, на самом деле, квартир достаточно много плохого, которые свободные, или у людей есть по 2-3 квартиры, они начинают их, так называемые, посудочно сдавать и сдавали всегда. Ну а молодежь, все же, она у нас, так сказать, перетекает из одного помещения в другое. Раньше это были там торговые центры, не буду их называть. Дальше они потом передвигаются в парк. В парках их там тоже начали уже, как сказать, поругивать. Поэтому они появляются в каких-то квартирах. По информации, которую будут нам предоставлять или жители будут предоставлять, мы оперативно будем отрабатывать вместе с УВД по ужесточению требований нахождения в большом количестве владельных квартир. Ну, в рамках, опять же, закона, то, что нам позволит это сделать.